Мы с вами проводим второе заседание 30-й сессии. Из 20 депутатов присутствует 16. Кворум для проведения и принятия решения имеется. В целях проведения устава города Назара в соответствии с требованием федерального закона в общих принципах организации местного управления законом Красноярского края о гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного управления, выборного должного лица местного управления в Красноярском крае предлагается внести в устав города Назарова Красноярского края следующее изменение. В пункте 1 статьи 7, это вопросы местного значения, под пункт 9 и 2 исключить, там у нас прописана была норма о предоставлении жилых помещений до 1 ноября 2017 года полномоченным сотрудникам полиции участковым. Сейчас мы из этой статьи исключаем и вносим этот пункт практически в той же редакции, в статью 7.1 устава. Также в статье 7, вопросы местного значения, под пункт 40, излагаем новая редакция, организация с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждения карты план территории. Под пункт 41 считать, под пунктом 42 и под пункт 41 излагаем также в следующей редакции. Принятие решения о проведении на территории муниципального городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения изменений в государственный реестр недвижимости. В пункт 1, статья 7.1 дополняем под пунктами 19 и 20 следующего содержания. Под пункт 19 предоставление сотруднику замечательного должности участкового уполномоченного полиции чинового семьи жилого помещения на период замещения сотрудникам указанной должности. Это изменение вносится в тем, что в законах полиции, о гарантиях социальных сотрудникам полиции данная норма претерпела изменения. Вот сейчас она будет звучать именно в такой редакции. И гарантия осуществления полномочий лиц замечающих муниципальные должности на непостоянной основе, значит, мы вносим изменения в статью 34.3, значит, пункт 1 дополняем под пунктом 6 следующего содержания. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы, должности на период, продолжительность которой составляется в совокупности 4, вернее, 6 рабочих дней в месяц. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, производится по издавлению депутата в порядке, установленном городским советом депутатов. После внесения мнений в устав города, в принципе, мы разработаем порядок, значит, и уже, соответственно, его примем на очередной сессии городского средства депутатов. Пункт 1, статья 41 собрания, излагаем в новой редакции следующего содержания. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов председательного управления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного совправления на части территории города Назарова, могут проводиться собрания граждан, либо на всей территории города Назарова конференции граждан, собрания делегатов. И в статью 42 опрос граждан также вносятся изменения, дополняемые данную статью абзацем новым для проведения опроса граждан, может использоваться официальный сайт муниципального образования на функциональной телекоммуниционной сети интернет, также прописываем под пунктом 3 инициативу жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигший 16 лет возраста, для выявления мнения граждан в поддержке данного инициативного проекта. Но эти изменения также вносятся на основании федерального закона номер 236 от 20 июля 2020 года. Данные нормы, которые вносятся, вступили в законную силу с 1 января 2021 года. Мы также разработаем проект о порядке проведения собраний, в том числе и рассмотрения инициативных проектов, и также его на сессии в городского совета депутатов утвердим. Также вносится под пункт 6 в эту же статью порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан со использованием официального сайта муниципального образования в информационной и телекоммуниционной сети интернет. В опросе граждан имеют право участвовать жители города, назовы обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта в праве участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативные проекты, достигшие 16-летнего возраста. Сейчас у нас в принципе проекты данные инициативные обсуждаются, принимая в нем участие и граждане, достигшие 16-летнего возраста. Жители города Назаров должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. При этом сообщение о проведении опроса граждан должно содержать информацию о дате и сроках проведения опроса, предлагаемых вопросах, методике проведения опроса. В результате опроса подлежат обязательному облигованию, обнародный срок не позднее 10 дней с момента проведения опроса. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой проведения опроса граждан является за счет средств бюджета города Назарова при проведении опроса по инициативе органов и соуправления города Назарова или жителей муниципального образования. Вот это новое. Сейчас в принципе уже в практике в Красноярском крае, если инициативные проекты осчитаются по инициативе граждан, в большей части, которые предварительно одобряются на сходах граждан, на собраниях граждан, в этой ситуации предполагается также и софинансирование из числа граждан. В период, обозначенный до принятия решения, от граждан не поступало каких-либо заявлений, замечаний в городской совет, как мы и прописывали в своем решении. И публичное слушание также нам рекомендовали принять данный проект решения. Ну что ж, уважаемые депутаты, предлагаю перейти к процедуре голосования. Поступило предложение в редакции докладчика принять данный проект решения. Кто за? Кто против? Воздержался? Решение принято единогласно. Продолжение следует... Продолжение следует...